Добрый вечер! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Виктор Петрович Пиколь, начальник организационного управления администрации Ленинского района и председатель Совета ветеранов района. Добрый вечер! Ну, так как ваше управление находится на передовой, все планы, все организации, не зря вы называетесь организацией мероприятий, не зря вы организационное управление, то заканчивающийся 2013 год мы могли бы подвести итоги по тем мероприятиям, которые были запланированы и которые прошли на самом деле. Как у вас существует такой план, по которому можно бы в конце года было бы отчитаться? Да, несомненно. Мы, естественно, планируем в начале года целый комплекс мероприятий перспективных, мероприятий текущих. И существует целый ряд планов, поэтому тоже аналогично называющихся перспективные планы, текущие планы работы, есть оперативные какие-то мероприятия, события. И я уже сегодня, как начальник организационного управления, могу сказать, что основная масса всех мероприятий, которые были спланированы на этот год, они или выполнены, или находятся на стадии завершения. Ждут своего часа. Да, то есть есть, конечно, определенный комплекс событий, мероприятий, который в завершающий период декабря месяца и, соответственно, 2013 года будет исполнен. Ну, а общие итоги мы будем подводить в начале 2014 года. Тоже это традиционное, общее, большое будет подведение итогов в целом работы. И, значит, наших планов всей деятельности и администрации района, и, соответственно, всех служб, должностных лиц и структур. Ну, давайте тогда о значимых событиях утекающего года. Ну, тоже хотел бы сказать, что завершающийся 2013 год, это год больших различных и разнохарактерных событий, которые мы с вами вместе проходили, и администрация района работала, то же самое вместе с правительством Московской области и в целом с нашими всеми органами власти нашего государства над их решением. Ну, наверное, времени, конечно, нашего не хватило бы, если бы стал я перечислять даже большинство из них, но, тем не менее, вот хотел сказать, конечно же, наверное, центральным и самым значимым таким большим событием этого уходящего года были выборы губернатора Московской области, выборы, большие выборы в Ленинском районе были многоуровневые. Это и глав наших муниципальных образований, это и депутатов Совета депутатов района и депутатского корпуса поселений. Они проходили первый раз в условиях, когда район существует в новом составе, в новых границах, когда у него теперь его представляют 7 поселений, а не 14, как раньше было. Ну, это была своя специфика, поэтому в связи с этим. Ну и вот, наверное, эти выборы, конечно, их подготовка к ним, их проведение были самыми важными, значимыми. Они проходили 8 сентября. Я думаю, что результат, который мы получили на выборах, он уже давно известен, губернатор избран, органы власти избраны, да, работают. В общем-то, все те вопросы, проблемы тоже, которые поднимались в ходе выборов, а это, наверное, касается практически всех телезрителей наших, или большинства, по крайней мере, их. Потому что участвовали в этих выборах, ну, подавляющее большинство наших жителей. Они свою позицию проявляли, они выдвигали своих кандидатов, они давали им свои наказы, они за них голосовали. И теперь, конечно, вот органы власти и наше организационное управление в том числе занимаются вопросами контроля, организации, выполнения наказов избирателей. Это, кстати, тоже одна из тем, которым занимается непосредственно организационное управление. Виктор Петрович, у меня огромная просьба, достайте свой телефон и отключите не только, ну, бесшумную связь вы поставили, отключите его вовсе, потому что идет фон, мне сказал режиссер эфира. Вот давайте сделаем это, чтобы нашим телезрителям было удобно слушать нашу беседу. Очень много в этом году было юбилейных дат и также Дней воинской славы. Я хотела бы и об этих, хоть мы не будем сейчас говорить о всех мероприятиях, но эти даты я хотела бы, чтобы прозвучали в нашем эфире. Ну, вот тоже как бы в череде или в комплексе спланированных мероприятий на текущий год, конечно же, очень много уже было состоявшихся именно вот таких значимых общественно-политических событий масштаба государственного. Это юбилейные даты в первую очередь. Мы в этом году отмечали 70-летие победы в Сталинградской битве, конечно же, уже в плане даже подготовки к 70-летию Великой Победы. Это очень, как бы такой рубеж важный, значимый. 23 августа отметили 70-летие Курского сражения. Тоже такое знаковое событие в истории Великой Отечественной войны. Ну и вот сегодня, может, даже символично то, что мы в эфир наш вышли в день воинской славы, в один из таких дней. День, когда отмечается 72-я годовщина победы. Победы, я бы, да, сказал, в битве под Москвой. Это серьезнейшие победы в начале Великой Отечественной войны. И знаковое тоже такое событие. Ну и еще целый ряд дат, которые будут. Я хотела бы, чтобы вы телезрителям рассказали о том, что у нас 22 июля была очень одна интересная дата. Вы с энтузиазмом о ней рассказывали, потому что не очень многие о ней знают, но, может быть, школьникам вообще неизвестно этот факт. Расскажите, пожалуйста. Да, ну вот к этому, Лен, правильно, можно как раз привязать и то, что мы все вместе должны историю нашу помнить, мы ее должны изучать. И хотелось бы, чтобы к ней возвращались не как-то поверхностно, а с таким углубленным и серьезным подходом. И вот действительно, 22 июля 41 года было событие, которое очень значимо для всей истории дальнейшей было Второй мировой Великой Отечественной войны. Для нас, для Москвы и Подмосковья. А событие связано с тем, что в этот день фашистское руководство приняло решение нанести массированный авиационный удар по нашей столице, причем такого масштаба, после которого она просто бы не оправилась. И последующими ударами авиационными ситуацию эту решить добить, сломать. И физически сломать в военном плане, разрушить столицу до такой степени, чтобы полная демориализация была оставшегося тут населения и тем более вооруженных сил, тех войск, которые защищали нашу родину, нашу страну, нашу столицу. Но вот благодаря мужеству, героизму защитников нашей столицы, благодаря тому, что вокруг Москвы было организовано такое кольцо противовоздушной обороны, в истории вообще государственного мира, в истории Второй мировой войны, да и последующей, такой защиты противовоздушной ни одна столица мира вообще никогда не имела. И вот 22 июня армада более 200 фашистских отборных асов участвовали в налете. Они потеряли в этом налете 23 лучших своих истребителя, бомбардировщика и так далее. Для фашистской Германии это был огромный удар, как говорится, это была та потеря, которую с начала Второй мировой войны она никогда еще не ощущала, особенно в воздухе. И я вот почему с этого начал разговор, что, наверное, еще историки со временем, они докажут и подтвердят, что вот именно это событие, эту победу 22 июня, может даже можно представлять, как самую первую победу наших вооруженных сил, нашей Красной армии во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Скажите, это тоже является днем доблести России? Нет, он пока еще не является ни днем воинской славы, ни днем памятным таким. А в истории, тем не менее, в истории, особенно в военной истории, это событие известное. Кстати, первый поощрительный приказ верховного главнокомандующего Сталина в годы Второй мировой, Великой Отечественной войне, был именно вот в этот день, за вот эту победу в воздухе, за то, что мы, ну скажем так, вот такой нанесли удар врагу. После этого еще более ста воздушных налетов было на столицу, но они уже были гораздо менее мощные, они уже были не такие, как бы, активные и настойчивые, и с воздуха разрушить Москву не удалось. Войска противовоздушной обороны, это зенитчики, это истребительная авиация, и при поддержке естественно наземных войск, они, можно сказать, отстояли нашу столицу вот от врага. Виктор Петрович, ну вот у меня возникает вопрос, ведь не в каждом городе вообще эти даты вспоминают дни воинской славы, а у нас к вечному огню, вот я знаю, сегодня приходят и школьники, и руководство района, и общественность. Каким образом это достигается? Это уже традиционно в истории Ленинского района сложилось так? Ну, здесь скорее, конечно, в первую очередь это те традиции замечательные, которые заложены в первую очередь у нас, в нашем Ленинском районе, и они совершенно правильно, наверное, олицетворяют вот такое отношение, в первую очередь власти, во вторую очередь, наверное, наших жителей, наших людей, потому что по их инициативе, по инициативе, к примеру, ветеранского актива было установлено зенитное орудие, которое вот, переход нашего разговора к тому, что вот события вот это ПВО, войска ПВО, их роль, значимость и влияние, вот в честь ПВОшников, в честь защитников небостолицы установлено было зенитное орудие у нас на проспекте Ленинского комсомола. Также по инициативе общественности и людей старшего поколения, ветеранов, была создана Аллея Славы, зажжен на ней вечный огонь. И, соответственно, комплекс мероприятий, который проводится у нас в районе, и так далее, он зачастую привязан к этим объектам. Поэтому это здорово, когда власть, в первую очередь, наверное, не просто помнит историю, а дает возможность вот эти лучшие традиции закреплять. И прививать юному поколению. И молодому поколению, несомненно, передавать их. И вот сегодня возлагали цветы в честь Дня воинской славы сегодняшнего, да, о чем уже мы и говорили. У нас там обязательно, как и всегда традиционно, присутствовала молодежь. И в почетном карауле. И вот они возлагали цветы, ребята-школьники. И слезы на глазах ветеранов, участников тех событий, ну, все гордятся. И я, наверное, в том числе, как председатель еще и совета ветеранов, что такие у нас ребята, такая у нас молодежь. Вот вы сказали, что, допустим, орудие установлено в городе Видное по просьбе общественного движения. И не пора ли нам перейти на тему возрастания роли общественности в социально-политической жизни Ленинского района? Ведь у нас очень много общественных организаций. Несомненно. Вот, как бы, если коснуться этой темы, я хотел бы сказать, что, наверное, да, роль общественности в нашей жизни, и не только Ленинского района, в целом и Подмосковье, государство заметно возрастает. И приятно, что это руководство и страны, и нашего Подмосковья, и Ленинского района не просто понимает, а делает все для того, чтобы сделать наши структуры общественные, наших жителей активными, участниками происходящих всех событий, процессов. Чтобы не только, как мы порой говорят, или даже люди наши справедливо иногда обижаются, что вот вспоминают там о нас, когда выборы там проходят или готовятся, или еще какие-то там нужны от нас действия. Нет, скорее всего, вот именно роль общественности, потому что и конституционно так, и демократия суть ее, это власть народа. Поэтому люди, наши жители активным образом должны участвовать. Вот сейчас роль общественности действительно возрастает, и мы это видим даже в тех решениях, которые принимаются. Вот сейчас новым губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, командой новым, которая у руководства сейчас в правительстве Московской области, в частности, общественные палаты, их роли, статус поднимают. У нас общественные палаты есть во всех поселениях. Да, это значимый инструмент такой. Но если мы тут можем немножко даже как бы похвастаться, сказать, что если вот в Московской области, в некоторых там районах над этим только работают, мы уже прошли этот этап. Общественная палата у нас существует уже и давно, и работает. А еще до нее у нас был создан гораздо более обширный и, на мой взгляд, даже мощный, более мощный инструмент. Это Координационный совет общественных объединений, в который входит более 30 различных общественных организаций, политических партий, профсоюзных структур, молодежных, клубов и так далее. Вот и расскажите нам, пожалуйста, буквально недавно было заседание этого Координационного общественного совета, и там было принято одно очень интересное решение. Да, это как раз то, что, наверное, интересно и многим телезрителям сегодня, находящимся у экранов. У нас на заседании, недавно прошедшем Координационного совета общественных объединений, в состав Координационного совета, а он у нас постоянно пополняется новыми членами, то есть этот орган, значит, такой, который интересен и востребован. Мы приняли в его состав одну еще новую общественную организацию «Дети войны». Много разговоров, много есть полемики на этот счет по поводу необходимости создания, по поводу сути самой организации, да, ее роли. Ну, тоже, наверное, времени много надо иметь, чтобы об этом подробно говорить, но я бы сказал так, коротко. Да, это, скорее всего, структура, она нужна, но еще и надо, чтобы для ее эффективной работы, вот этой общественной организации, она есть уже, можно сказать, не только в муниципальных районах, но и областях на федеральном уровне. И даже наши вот организации, допустим, в Ленинском районе, это производное или структурное подразделение областной организации, потому что там она вперед была даже создана. Вот. Это есть такое, как бы, предложение, интерес у людей вступить, организовать вот эту организацию по принципу возрастному, в первую очередь, то есть те люди, кто возраста с 28-го года, как вот взяли, ну, пока образно вот эту вот дату, 28-й год и по 45-й год. То есть те, кто был или постарше, или те, кто родился в годы войны, может, даже в 45-м году был еще совсем маленьким ребеночком. Конечно, это люди, это дети, которые пережили ужасные лишения, страдания периода Великой Отечественной войны, которые лишились многих своих родителей, лишились, можно сказать, детства. Но, к сожалению, пока до сих пор нету никакого федерального закона, не принято, который бы позволил придать статус вот этой категории, и вот этим, как бы, людям, которые вступают в эти организации. И иногда возникает небольшое непонимание, допустим, какого плана. Вот мы, члены организации, допустим, и мне, как председателю Совета ветеранов, как начальнику организационного управления, им тогда приходится объяснять, а вот что мы можем, какие у нас права, и что мы, какие льготы мы можем получать. Ну, то, что касается прав, это разговор как бы отдельный, потому что это расписано в уставе организации, да, а вот то, что льготы, к сожалению, никакие пока не имеет эта структура, потому что нет федерального закона, а значит и нет, как бы, определения вот такого официального статуса. Поэтому у меня просьба большая ко всем, кто вот вступил в эту организацию, кто желает, может быть, пополнить ее ряды, пока не рассчитывать на то, что вы будете получать какие-то блага, ну, или льготы, вот как бы от этого. Да, не на уровне Ленинского района решается. Да, естественно, это уровень федеральный, только федеральный уровень, и поэтому продолжать работать в этой организации так, как работают другие общественные структуры, на общественных началах, без, как бы, зарплат, без оплат, без вот такой. Поддерживать друг друга, проводить собрания, мероприятия, события, патриотическую работу. Виктор Петрович, организационное управление занимается еще и обращениями граждан, те, которые поступают и в общественную палату, и руководителям администрации. И расскажите об этой работе, и в том числе, вот сейчас обращение поступило через наш телеканал от Филькина Александра Васильевича, 62 года. Меня лишили всех льгот, так как я не прописан. Дело в том, что когда я лежал в больнице, мою квартиру продали, я сейчас без прописки и без жилья, жил я в совхозе. Никакие координаты Александр Васильевич не оставил, трудно в таком частном порядке. Может быть, просить нашего телезрителя, чтобы он перезвонил, оставил свои координаты. А вы просто расскажите о том, как происходит эта работа. Ну, вот подобного рода обращения, конечно же, они должны и не будут без внимания. Мы постараемся обязательно на него отреагировать. И, наверное, не только организационное управление, а те структуры, все, которые должны решать проблемы, если человек оказался в такой ситуации. Поэтому я очень вас прошу, может быть, повторно дать информацию о своих координатах, как вас можно найти. Я после эфира обязательно постараюсь заняться этим вопросом. Еще раз говорю, не только лично, но и через тех, кто полномочен, вот такие вопросы решать. А если говорить в общем еще раз об обращениях граждан, администрация Ленинского района отрабатывает, естественно, все их, и поступающие, и устно, и письменно, и через интернет сейчас у нас есть возможность такая. И в газету, через телеканал. Да, это у нас, наши эфиры тоже самые, это один из источников и каналов изучения общественного мнения, изучения проблемы вопросов, которые есть у людей. Поэтому мы занимаемся ими. В частности, вот те обращения предвыборные, о чем я упоминал, они как наказы тоже зафиксированы. И их исполнение находится на контроле у главы района Сергея Николаевича Кошмана, у совета депутатов Ленинского района, ну и наше организационное управление, то же самое, как раз вот в гуще этих проблем, и работает над контролем за выполнением наказовых проблем избирателей, периодически информируя вас через наши средства массовой информации, в первую очередь, а также непосредственно общением на отчетных собраниях, на встречах, в трудовых коллективах с жителями и так далее, о их решении. Виктор Петрович, очень мало времени осталось, а мы с вами не затронули, мы краем только проходили о том, что вы еще являетесь и председателем Совета ветеранов района. Скажите, как у вас происходят дела, что там нового, интересного? Ну, тоже, да, коротко, уже в контексте итогов года, да, хотел бы сказать, что наша ветеранская организация, Ленинская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, она была в гуще событий, она вместе с другими общественными структурами, вместе с властью решала те задачи и проблемы даже, я бы сказал, которые вот стояли перед нами, участвовала и в выборной кампании, и, в общем-то, во всех мероприятиях наиболее таких серьезных, которые у нас проходили. То есть это одна сторона вопроса. Мы в этом году провели тоже, можно сказать, такое знаковое событие, это отчетно-выборную конференцию, которую проводим раз в пять лет, на ней мы отчитываемся, я как председатель отчитывался об итогах работы, строили планы на дальнейшие, и поэтому... А на какие-то изменения внесла вашу работу нынешнюю? Да, Лен, вот эта конференция нам как бы дала возможность, с учетом новой структуры района, с учетом того, что у нас изменилось, вот количество даже поселений, да, то есть мы тоже свои структуры перестраивали, мы изменили состав в целом Совета ветеранов. Мы в Президиум Совета ветеранов теперь вошли, ввели всех руководителей первичных ветеранских организаций наших поселений, то есть как бы приблизили работу Президиума к жизни, к территориям, к нашим ветеранам, к нашим людям, поэтому, ну, считаю, что теперь наш Совет будет работать более эффективно и более результативно. Комиссии Совета ветеранов, которые новые мы создали, то же самое, будут работать уже немножечко по-новому. Как, прошу извини, как пример, вот у нас в Совете ветеранов каждый день работает кто-то из членов комиссии теперь, и мы сейчас планируем, что уже с нового года будут принимать там не только юридическая комиссия, которая теперь вот работала у нас на постоянной основе и каждую среду бесплатно вела прием, но и ряд других комиссий, которые теперь там будут работать и также принимать. Это и социальные вопросы, это и здравоохранение, медицинское обеспечение и так далее. Поэтому вот думаю, что мы еще много чего нового покажем и постараемся сделать для решения проблем людей старшего поколения. Я хотела сказать Александру Васильевичу, что мы получили его координаты, я обязательно Виктору Петровичу их передам, а также спросить у вас, Виктор Петрович, на предыдущем эфире мы встречались с вами, правда, давно, но я запомнила, что вы тогда рассказывали, что готовите подписание трехстороннего соглашения. Работа по подготовке закончена? Да, Алин, вот это тоже итог этого года. Мы подписали во второй половине года это трехстороннее соглашение, это Совета ветеранов, администрации района и Совета депутатов. Такого соглашения пока нет ни у кого в Московской области, и мы надеемся, что в следующем году результаты подписания такого соглашения они будут заметны, потому что там мы расширили возможности в первую очередь нашей ветеранской организации по решению проблем людей старшего поколения через вот этот вот документ, через более активное участие в нем и депутатского корпуса, и административных структур. Грядет подготовка к 70-летию Победы, она идет по всей России. Вы уже задумываетесь о 15-м годе? Да, несомненно, и ветеранская организация уже имеет план перспективной работы по подготовке к 70-летию Победы. Мы в нем наметили ряд очень конкретных мероприятий. И, кстати, вот как пример, как информация, с начала следующего года начнется социально-бытовое обследование участников и приравненных категорий к ним Великой Отечественной войны. Планируется подготовка и проведение большого конкурса, который будет называться «Войны. Священные страницы навечно в памяти людской». Это смотр творчества ветеранских организаций, который будет проводиться сначала, вот первую половину следующего года в масштабах района, но мы постараемся его закончить до 9 мая. А потом лучшие наши коллективы, лучшие наши, ну, все, кто там в конкурсе победят, мы их выставим и предложим им участвовать в областном конкурсе. И я вот, пользуясь возможностью, хотел попросить всех, кто имеет вот таланты, кто имеет способности вот в таких направлениях, как хоровые коллективы, вокальные ансамбли, сольные исполнения, хореографические коллективы, чтецы, выступления семейных коллективов, авторская поэзия, проза, живопись, декоративно-прикладное искусство, кулинарное творчество, ну и многое другого. Короче, все это наши таланты и способности, то есть это и семейные, это не обязательно чисто ветеранское, это, в общем-то, общий такой вот подход, предлагать участие в нашем конкурсе, прошу звонить в Совет ветеранов, мы там принимаем ежедневно заявки и предложения, телефон 549-80-29, это телефон Совета ветеранов, где наши дежурные всегда ответят на звонки и учтут ваши предложения и пожелания по участию в данном конкурсе. И думаю, что вот к 70-летию победы мы так же, как и вот конкурс был в нашей Подмосковье, который будет продолжаться и после выборов, многие участвовали в нем, и я хотел сказать всем спасибо, кто подавал свои заявки, предложения, кто победителями стал в этом конкурсе, а мы здорово выглядели, наш район, по крайней мере, вот в этом проекте. И вот предстоящий тоже конкурс «Смотр творчества», думаю, тоже будет по достоинству Ленинским районам представлен в области. Виктор Петрович, 30 минут положенных нам на эфир истекли, но завершить его все-таки я хочу новогодней программы. Так ли все будет в этом году? Будет ли у нас концерт? На что нам можно рассчитывать? Вы-то планы знаете. Ну я тоже, если очень коротко говорить, у нас будет традиционно целый комплекс новогодних мероприятий, это и уже в день неспосредственно встречи Нового года и в нашем центре административном городе Видное, и в поселениях. Это новогодние елки, это вечерние концерты, это фейерверки, это, в общем-то, катание, это, значит, ярмарки, участие в различных других новогодних мероприятиях и так далее. То есть все будет. Мы это все опубликуем вот в ближайшие буквально дни в наших средствах массовой информации, и я думаю, все смогут принимать участие вот в этих мероприятиях. Ну поздравлять с Новым годом еще рано, но пожелания на будущий год, мне кажется, можно для телезрителей. Да, завершая, так как время наше уже действительно истекает, я хотел не только вот еще раз поздравить наших всех телезрителей, нашу ветеранскую общественность. И с сегодняшним днем воинской славы, и с наступающим днем тоже Героев Отечества. Это памятная дата в истории нашего государства, которая 9 числа в понедельник будет отмечаться. Естественно, с наступающим Новым годом Рождеством Христовым. Следующий год, год 85-летия Ленинского района. Поэтому думаю, что и эта дата, и это событие достойное место займет у нас у всех и в плане подготовки, и его встречи. Ну а также все остальные события и мероприятия, которые будут проходить, я думаю, вместе в них будем участвовать. Виктор Петрович, спасибо за потраченное время, за то, что пришли к нами, ответили на вопросы телезрителей. Переопрощаюсь с вами, с телезрителями. Всего доброго, до свидания. До свидания, всего доброго нашим телезрителям. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»